У соседей занимали мешок угля, у родственников. Не в нашем районе купили этот уголь. В наше время замерзать – это несерьезно. В перестройку не замерзали. Это вообще мрак. Около месяца жители поселка Масальский не могли согреться в своих домах. Топлива в районе не было. Люди заказывались в других районах края. После огласки в СМИ ситуация немного изменилась. Небольшие партии начали поступать в район. Однако этого не хватает. Люди по-прежнему не могут купить тепло. Следственный комитет и прокуратура провели проверку. Результат возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Граждане неоднократно жаловались на холод в домах. Однако органы власти своевременно не смогли решить вопрос по теплоснабжению. Кроме того, до настоящего времени жители района не могут приобрести уголь в достаточном количестве, что создает угрозу здоровью и благополучию граждан. Сейчас следователи выясняют причины срыва начала отопительного сезона в Локтевском районе. А между тем, угольный вопрос был в центре внимания и на большой пресс-конференции Владимира Путина. Написано «уголь» вот прямо здесь. Уголь поднимите повыше. Накануне, на четвертом часу проведения пресс-конференции, президент отдали слово алтайской журналистке, главному редактору «Политепро» Александре Черданцевой, которая задала самый животрепещущий вопрос о значительном подорожании угля. Отопительный сезон у нас идет. Возник некий период, когда муниципалитеты говорили о том, что очень дорого покупать уголь. И отопительный сезон идет. Все вроде бы замечательно, но цены-то остаются высокими. И эти деньги где-то надо находить муниципалитетам. Значит, естественно. Вы знаете, у нас же для этого существуют субсидии. Субсидии – выход для населения, которые вынуждены сегодня покупать дорогостоящее топливо, чтобы согреться. Владимир Путин в ходе пресс-конференции обратил внимание муниципалитетов на то, чтобы те продумывали закупочные объемы угля. Чтобы такие перебои, когда уже приобретенное топливо закончилось, а новое купить не у кого, не повторялись. То, что уголь подорожал – это хорошо. Просто надо было своевременно реагировать на объемы закупок и на работу с компаниями. Уверяю вас, компании, которые получают хорошие доходы на экспорте, обеспечивают приличный уровень заработной платы своим работникам. Они наверняка пошли бы, если бы перед ними поставили вопрос своевременно, о том, чтобы обеспечить и соответствующий уровень ценообразования для регионов, где, собственно говоря, и проживают их сотрудники. Поэтому это просто упущение муниципалитетов и регионов. А между тем, накануне стало известно, что чиновники Алтайского Минпромэнерго рискуют лишиться кресел за срыва отопительного сезона на АТЭД Серового. Генеральный прокурор страны Дмитрий Демешин возмутился тем, что власти региона за два года не смогли принять никаких мер для устранения проблемы и отремонтировать тепловую электростанцию. Валентина Аскерова, День с толком.